Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко и сегодняшний выпуск мы посвящаем 90-летию Московской области. Сегодня у нас в студии в гостях Заурбек Аланович Мамсуров, директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Люберецкий. Говорим о долголетии в Подмосковье. Я вот сразу же хотел адресовать вам вопрос, а сколько уже времени идет эта программа «Долголетие в Подмосковье»? С июля месяца 2019 года. То есть фактически еще почти полгода скоро будет. Как это все произошло после того, как одновременно пенсионный возраст нас поднялся, нам сообщили о том, что мы стали жить чуть-чуть больше, я имею в виду средний россиянин, и была принята вот эта программа. Правильно я понимаю? Или немножко не так? Изначально все началось с голосования на портале Добродел. Каждый человек, желающий старше возраста 55 и 60 лет, мог принять участие в данном голосовании. В принципе, каждый человек мог принять участие. Соответственно, там были активности, там были занятия, которые люди хотели бы получить в своем муниципальном образовании в рамках данной программы. Топ-10 данных активностей был выбран людьми и разработан стандарт данного долголетия в Подмосковье. Топ-10 – это включает в себя такие активности, как занятия йогой, занятия скандинавской ходьбой, туристические поездки, творчество, танцы, пение. То есть это не только спорт и физические нагрузки, но и творческие управления. Да, конечно. И творческие, и туристические поездки по Подмосковью и так далее. Хорошо. Правильно я понимаю, что речь идет о том, что раньше этого всего не было? Все правильно. Либо было, но на платной основе, возможно. И кустарно немножечко, да? Согласен, да. Вот. Теперь, после того, как добродел заработал, вы провели какое-то анкетирование, голосование, и у вас рождается эта программа. Я имею в виду в Московской области. В правительстве Московской области. Все правильно. И было принято решение. Что это за программа? Давайте напомним нашим телезрителям. Что она означает? Помимо того, что вы назвали, как она работает? Работает она очень просто. Любой человек 55-60 лет, соответственно, женщины и мужчины, имеет право прийти в отдел социальной защиты населения, в наше учреждение, в любом муниципальном образовании Московской области, написать одно заявление на все 10 активностей раз в год. Далее. Наш специалист может ознакомить любого человека с календарем данных активностей. То есть во сколько проходит пение, кто инструктор, во сколько проходят танцы, в какие дни, в какое время и так далее. Когда запланирована туристическая поездка. То есть внести в список поездки человека и так далее. С помощью данных инструментов данная программа реализуется. То есть все на деле очень просто. Также есть сайт долголетия и есть портал. Хорошо. Выглядит все замечательно. И вот то, что вы говорите, прям вот отзубожно зато отскакивает. Какие проблемы есть на сегодняшний день? Проблемы есть в том, что еще, например, не в том количестве некоторые кружки работают. То есть желающих каждый день все больше и больше. У нас уже на туристические поездки очередь людей. Проблемы есть в том, что программа начала работать в этом году. И, естественно, она еще не может быть доработана до автоматизма. То есть она все-таки на каком-то еще начальном этапе. Да, все правильно. Немножечко такая, ну как образец какого-то будущего проекта. На этапе развития. На этапе начала. Вот вы входите, я так понимаю, в эту программу. Правильно, что все муниципальные образования каким-то образом входят? Да. Да? Все муниципальные образования в Московской области. Мое учреждение охватывает четыре муниципальных образования. Это Тержинский, Котельники, Латкарина и Люберцы. То есть жители этих мест могут обратиться и записаться в ту или иную секцию, говоря старым добрым советским языком. Кто это все оплачивает? Деньги очень просто. Расскажу. Для людей весь стандарт бесплатный. Абсолютно. Даже если мы отправляем граждан на экскурсию, которая в принципе платная. Рублей 500. Рублей 500, к примеру. То данные денежные средства оплачивает муниципалитет. То есть администрация конкретного муниципального образования. А откуда деньги у муниципалитета вдруг на туристические поездки граждан? Ну, данной статьи расходов, я думаю, нет. Просто есть статья расходов, которая подразумевает это. Что касается моего учреждения, то у меня есть специалисты, которые даже без этого стандарта занимались теми или иными активностями, получая заработную плату. Это как понять? Ну, грубо говоря, у нас есть инструктор ЛФК. Так, лечебная физкультура. Вот если сегодня ко мне придут граждане, которые захотят заниматься активным долголетием, то есть у нас тоже есть расписание в рамках нашего учреждения. И данный инструктор, он им не откажет, он им проведет свободное время занятия по той или иной активности. Также, например, творчество. У нас есть инструктор по труду, который получает свою заработную плату в месяц. И он задействован, по сути, не весь свой 8-часовой рабочий день. У него есть свободные часы. В эти свободные часы он с радостью примет население и проведет занятия по творчеству. Вы думаете, с радостью? Раньше-то у него было свободное время. Я не думаю, я знаю, потому что люди уже ходят к нам, и наши специалисты добродушны и готовы отдаваться на 100%. Ну, у человека психологически-то как складывается? Раньше я обучал, ну, чтобы легче было понимать, да, там, 3 человека. Вот 3 человека, у меня есть расписание, я мог часик между ними отдохнуть, еще что-то и так далее. За сломанные 10 тысяч рублей. Теперь ко мне приходят еще 3 человека, благодаря замечательной программе долголетия в Подмосковье. И я за те же деньги должен, получается, в 2 раза больше работать, ну, чисто психологически. Смотрите, мы же не запускаем, грубо говоря, 100 человек, в помещение которого это не выдерживает. Вот здесь у нас занятие рассчитано на 10 человек, в принципе. А у нас до этого было 3. И вот сейчас в рамках программы «Активное долголетие» к нам еще пришло 5. А помещение позволяет провести на 10 человек. То есть вы говорите этому своему тренеру, что «Парень, у нас с тобой договор, ты получаешь столько-то по этому году, пожалуйста, теперь занятость полная». Все правильно. Так это касается и муниципалитета. То есть если в различных ДК, дворцах культуры и так далее проходили какие-то занятия, там, хоровые пения и так далее, у них же все равно есть какое-то количество максимальное посещения, да, то есть, ну, не может ДК, к примеру, больше 100 человек оселить в час, в день и так далее. То есть, соответственно, специалист знает, что сколько он может осилить реальное количество. То есть у нас есть календарь, и в один час могут проходить одни активности в разных учреждениях. Правильно понимаю, тогда вы... Наша задача – скоординировать человека. Найти эти места, скоординировать. Найти эти места, сказать, куда он может пойти и договориться со специалистом, чтобы его приняли. А вот те условные дворцы культуры, они ждут вашего прихода, что вот придет сейчас представитель многолетия Подмосковья и увидят, что у нас есть хор, в нашем хоре работает 10 человек, нам будет предложено взять еще 10 человек. Вот на сегодняшний момент они ждут. Почему? Потому что буквально две недели назад было и ВКС, это видеоконференция, связь, совещание, да, и встречи с главами. Я постоянно встречаюсь с главами четырех муниципальных образований, мы пытаемся автоматизировать эту систему, мы пытаемся встретиться со всеми руководителей кружков, да, мы пытаемся понять, как нам взаимодействовать, как нам созвониться, направить специалистов, как вести список. То есть на сегодняшний день работа не, как бы, не доведена до автоматизма на 100%. Ну, потому что мы выяснили, что на начальном этапе. Да, это начальный этап, но эта работа ведется, и у нас пока получается. Вот все-таки один негативный вопрос я хочу подрисовать с точки зрения людей, которые, может быть, не хотят, чтобы в их хоре было 20 человек, а хотят, чтобы было 10. Такой же тоже вариант не исключается. Потому что 10 проверенных и так далее. А тут вдруг открывается дверь, приходит Зурбек Аланович, приводит с собой еще 10, говорит, вот они будут у вас в хоре петь. Я спрашиваю, а почему вдруг? Кто решит? Это хороший вопрос, и его часто задают и мне, и людям задают. На начальном этапе мы с этим столкнулись. Объясню, простое решение этой проблемы. Например, вы ходите петь, у вас 10 человек, коллектив сформировался. Естественно, вам, возможно, будет неприятно, и будет доля негатива, если завтра придут еще 5 новых. Тем более, я был солистом, придет еще какой-то. Но в рамках программы «Активное долголетие» вы, вот тот коллектив 10 человек, наша задача рассказать вам теперь, и вы имеете право ходить на другие кружки абсолютно бесплатно. И вы поймете, что, приняв к себе нового человека, вы также можете оказаться новым человеком в другом коллективе на той же самой туристической поездке, на каких-то занятиях спортом, на занятиях йогой. Все-таки давление. Вот нет ощущения, что немножечко вот эта программа «Долголетие», которая, безусловно, на мой взгляд, очень важна, потому что самое страшное для человека, даже после 50 иногда лет, когда, например, кто-то выходит раньше на пенсию и так далее, остаться одному неудел, когда на тебя смотрят, как будто ты уже жизнь прожил. Это замечательно, когда он может найти себя в самых разных проявлениях. Но, зная, что у нас иногда берутся делать какое-то дело и, что называется, сразу косой, насколько внимательно вы, ваши коллеги, относятся ко всем этим, назовем их, кружкам, секциям? Потому что, ну, не везде, наверное, нужно навязывать что-то новое сразу же. Может, надо подождать, чтобы оно как-то прижилось? Человеческий фактор играет роль всегда. Особенно с тяжелым населением нашим. Правильно? То есть всем нужно подробно рассказать. Рассказать плюсы, рассказать минусы, ни на кого не давить, никого не принуждать. То есть рассказать про каждую активность, рассказать про календарь. Прямо психологам надо быть, да. По сути, да. То есть у нас есть психологи в учреждении, которые и этим занимаются. То есть, по сути, люди должны понять, для чего это сделано, в первую очередь. Люди должны понять, что раньше что-то было платно, а сейчас это сделано бесплатно. И сразу возникает вопрос. Знаете, как в нашем? Если что-то бесплатно, что-то как-то не то. Подозрение. Где-то все равно должны, где-то с нас должны деньги взять. Вот. То есть это такая сложная работа. И на сегодняшний день, я так понимаю, все-таки возникают еще какие-то трудности. Трудности возникают. Человеческий фактор играет большую роль. Трудности возникают. Разные учреждения, ранее не знакомые друг к другу, теперь работают совместно. То есть это элементарно. Мы должны сначала все познакомиться. Мы должны понять механизм, мы должны его отработать, а потом довести его до людей. И чтобы не было лишних вопросов, мы должны все подробно, несколько раз объяснять. Ну, во второй части нашей программы мы поговорим с вами уже о конкретных людях, которые хотели бы или принимают участие в этой программе. А пока о вас. Вы-то каким образом попали в эту программу? Молодой, эффективный человек, который должен работать на каких-то других, так скажем, объектах. И вдруг долголетие в Подмосковье. Как? Какая-то у вас профессия такая? Просто интересно. У меня два высших образования. Я закончил Российскую таможенную академию. У меня первое образование. Я экономист. Экономика и управление на предприятии, в скобочках, таможнях. То есть, по сути, мое основное первое образование, оно как раз-таки управленческое. Управленческое. Пять лет меня учили управлять людьми на предприятии. Второе мое образование – юридическое. То есть, по сути, две специальности. Управлять правильно. Да, управлять правильно. Неправильно, да. Управлять правильно, не нарушая законодательства Российской Федерации. Ну, и как вы считаете, на сегодняшний день программа, она существует и в Подмосковье, и в Москве, и в некоторых других сейчас больших городах, и в малых городах начинает что-то подобное возникать. С точки зрения юридической, все там уже сейчас вычищено? Или вот есть еще какие-то аспекты? Почему? Потому что люди у нас разные, возраст людей разный. Иногда, например, бывают случаи, что вдруг была какая-то секция молодежная, да, а кто-то хочет побыстрее отчитаться, и вместо молодежной секции вдруг появляется секция долголетия. Вроде бы как хорошо, а куда эти люди делись, которые раньше, может быть, даже деньги платили? Вот юристы работают над этим, чтобы все было вычищено? Я считаю, что есть недоработки, есть моменты, которые стоит уделить пристальное внимание, элементарно разработать и изменить немножко стандарт и в плане медицинских справок. То есть, понятно, что мы возвращаемся немного к бюрократии, но без нее никуда. То есть, написав одно заявление, этого мало. Договорившись с кружком, с бассейном и так далее, этого тоже мало. Нужно разработать механизм, который, я уверен, будет разработан в следующем году и в последующих годах, чтобы, во-первых, не мешать людям, которые привыкли к привычному образу жизни, да, то есть, ходят они с 9 до 10, значит, нужно подумать, как людям сделать дополнительно, также с 9 до 10, никому не мешая. Это раз. Во-вторых, нужно привлечь медицину, я считаю. То есть, любой человек, достигший возраста 55 и 60 лет, мужчины, женщины, соответственно, он уже должен понимать, что здоровье, возможно, не то. И должны быть какие-то медицинские показания, либо противопоказания к занятию той или иной активности. Вот сейчас мы во второй части, давайте об этом поговорим. Напомню, что сегодняшняя программа посвящена 90-летию Московской области. У нас в гостях директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Люберецкий Зурбек Аланович Мамсуров. Вернемся совсем скоро. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Люберецкий Зурбек Аланович Мамсуров. И мы говорим о программе «Долголетие в Подмосковье», «Активное долголетие в Подмосковье». Скажите, пожалуйста, вот мы в первой части говорили о том, что действительно программу объявили, но как-то очень часто бывает, некоторые хотят то ли быстро отчитаться, то ли как-то считают, что раз, мы сейчас быстро все сделаем. Но речь идет о людях. Сегодня, к сожалению, в 30 лет человек не догадывается, что, наверное, надо позаниматься спортом, чтобы немножко привести себя в порядок. А когда человеку за 50 лет, да, не каждый вообще рискнет даже об этом подумать, ну, ничего далеко ходить, люди иногда просто признаются сами себе, что я уже старый, я ничего делать не хочу. Как вовлечь в эту программу людей и как действительно сделать так, чтобы человек прошел какой-то, ну, дополнительный, что ли, осмотр, для того, чтобы он, может, ему действительно в танцах нельзя участвовать, может, ему в бассейне нельзя, да. Вот как это сделать? Готовится что-то? Это очень актуальный вопрос. Буквально позавчера мы столкнулись с этим. К нам пришла женщина, которая занималась физической активностью. Выяснилось, что у нее была некая операция до этого, и, возможно, ей какие-то нагрузки не положены. Но в данном случае, как директор учреждения социального обслуживания, я на данный момент беру ответственность на себя и, привлекая своего врача, который у меня есть в штате, мы делаем очень просто. Человек новый, когда к нам приходит, наш врач беседует элементарно, спрашивает, какие были операции, какие были осложнения, как себя чувствуете. То есть консультация такая. Да, некая устная консультация, свободная, непринужденная. То есть это не похоже на обычный осмотр врача в поликлинике, да, когда человек может себя неловко чувствовать. Это обычная беседа. По сути, наш врач, он не в форме врача, чтобы не в белом халате, то есть обычная одежда повседневная, да, чтобы люди не пугались, что это просто беседа. Помимо этого, медсестра каждый день мерит давление. Это обязательная процедура, от этого никто не уйдет. Пока человек не померил давление, он не может приступить ни к чему. Это один из методов, которым мы пытаемся и себя обезопасить, и людям помочь. Но, вы знаете, на сегодняшний день все-таки не существует такой глобальной, ну, на мой взгляд, может быть, она и есть, программы, когда действительно, предположим себе, люди пока еще, наверное, потихоньку, не торопясь, идут в эту программу, кто-то даже о ней еще, давайте говорить честно, и не слышал. Не знают все правильно. Со временем это может стать традиционным, да, человеку исполнить 55-60, ага, если раньше я ходил куда-то, оплачивал что-то, теперь я могу, в общем-то, ходить бесплатно, да. Может очередь к вам выстроиться. Может. Да, какова будет схема, потому что вы не медицинское учреждение, да, вы учреждение, вот, ну, не знаю пока, как его назвать, то есть вы не можете поставить диагноз, вы не можете сказать, вы знаете, наверное, вам все-таки лучше не ходить там на какие-то силовые нагрузки, а лучше вот идите, пишите картины. Но надо не забывать, что люди будут к вам приходить и в 70-летнем возрасте, и так далее, и тут возникает еще человеческий фактор. А я хочу, и все, и попробую что-то докажи. То есть тут и медики, и психологи, и юристы, в конце концов. Ну, и жалобы наверняка будут писать. Может быть, как-то разрабатывается сейчас новая схема, чтобы, ну, как вот мои документы или система какого-то одного окна, раз-раз быстренько распределили, и все. Так как программа, в принципе, только начата в этом году, наши пожелания и наше мнение учитываются, и каждый, кто с чем-то столкнулся, мы уже, в принципе, делимся. У нас бывают совещания, видео, у нас бывают, что мы ездим в министерство, совет директоров, так называемые. А кто главный занимается сейчас программой долголетия? Министерство социального развития Московской области является курирующим данный вопрос. Они всю эту информацию аккумулируют? Конечно, аккумулируют, собирают, что-то дорабатывают. Стандарт данной программы дорабатывается. То есть наше мнение, наши проблемы, они не остаются в стороне. То есть мы столкнулись с чем-то, мы обязательно делимся этой информацией, чтобы в будущем этого и другие учреждения уже опасались и избегали этой проблемы, решали ее как-то современным подходом и способом, и, конечно же, с юридической точки зрения. А какой-то год уже поставлен в документах, когда программа должна... На 2020 год уже есть стандарт. В этом стандарте уже есть, например, даже клуб активного долголетия. То есть это помещение в каждом муниципальном образовании, куда могут прийти люди и заниматься теми или иными занятиями. Даже буквально сегодня в 9 утра мы уже смотрели с заместителем главы города Люберец помещение, которое на 2020 год запланирован капитальный ремонт. А что это за клуб такой? Ну смотрите, есть библиотека, там тоже можно что-то проводить. На базе библиотек тоже будут дополнительные клубы. На базе спортзалов, да, спортивные, а это будет отдельно... Это отдельное помещение в данном случае. Просто пообщаться, что ли? Нет, почему пообщаться? Там будут настольные игры, там будет кинозал для просмотра показов кинофильмов, там будет большое помещение, порядка 80 квадратов, для занятий общей физической подготовкой, для занятий йогой. Также там будет зона релакса, там будет кулер, там будет чаепитие, все это будет бесплатно, там будет ресепшн, сотрудник, который всех будет встречать. Скажите, это вот все звучит... Красиво. Ну, как вы понимаете, рано или поздно мы все подойдем к этому возрасту. Но вот то, что сейчас вы говорите, то, что есть, и то, что будет, учитывается какой-то международный опыт? Где-то такое подобное есть? Про международный опыт я говорить не могу, не изучал. Я думаю, программа и те, кто ее разработает, в любом случае учитывают и российский опыт, и международный. Потому что до этого были встречи и с другими государствами, представителями этих государств. Неоднократно мы собирались на совещание с иностранцами. Из Голландии приезжали специалисты, из других стран приезжали. И слушались мнения других людей, именно граждан других стран. Означает ли это, если человеку 65-75 лет, и вот он ходит куда-то, что в семье не очень им интересуется. Ну, потому что если семья интересуется своими пожилыми родителями, то они не дают им в хорошем смысле слова скучать. Возят куда-то, ходят, гуляют и так далее. Нет, это не означает вовсе. Может быть, мы немножко все просто похуже стали относиться? Это не обязательно одинокие люди. Это часто люди, которые имеют большую семью. У них много внуков, много детей. Просто однажды, придя к нам в учреждение, они увидели, сколько плюсов они могут для себя извлечь, поучаствовав в этом. То есть нам иногда звонят и дети пожилых людей, достигших данного возраста, и говорят, а можно мы маму запишем к вам на туристическую поездку? Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее. Тем более, что данная программа, она сейчас еще в приложении соцуслуги, мобильном, очень активно разрабатывается. И календарь, в принципе, меняется там каждый день. А молодые люди, которые хотят записать своих родителей, бабушек, дедушек, они сидят в данном приложении и активно отслеживают изменения. И оставляют заявки в данном приложении. А скажите, я вот про турпоездки хотел узнать. Так, звучит красиво. Куда можно идти? По городам Подмосковья, любые города Подмосковья. Подмосковья, у нас есть маршрут. Да, у нас есть маршрут. Ну и что посмотреть. На данный момент он утверждается с комитетом туризма. Это и Коломна, и Серпухов, и Регорьевск. То есть это практически все Подмосковье наше. А питание туда входит? Питание на данный момент. Есть экскурсии, которые длительные, есть экскурсии, которые короткие. В данном случае питание, возможно, это брать с собой термосы и так далее. Данный вопрос сейчас прорабатывается, потому что еще конкретного четкого графика экскурсии нет. И мы пока не понимаем, какие длительные экскурсии, какие короткие экскурсии. Клиент, уж извините за такое слово, должен куда-то прийти. Получатель социальных услуг. Да, получатель социальных услуг куда-то прийти, чтобы получить их. Система может прийти, например, человек любит рисовать, писать картины, к нему может прийти какая-то группа людей вместе в нем, с ним дома или во дворе поучаствовать. Отличный вопрос, который еще и станет рекламой нашего учреждения. Давайте. У нас есть отделение социального обслуживания на дому. Это социальные работники, которые в любое время готовы прийти на помощь человеку. В данном случае данное отделение, самые популярные услуги, которые нужны людям, одинокопроживающим, возможно, неходящим, возможно, лежачим больным. Это, естественно, приготовить пищу, купить продукты, купить лекарства, сходить в поликлинику, вывести человека на улицу, прогуляться и так далее. То есть, все это есть в нашем учреждении. И на все эти услуги человек может претендовать. Достаточно просто позвонить, либо оставить заявку в мобильном приложении, либо родственники могут прийти. То есть, данное отделение у нас есть, оно пользуется популярностью. Оно у нас представлено в двух муниципальных образованиях. В Котельниках и Дзержинском. Есть организации, оно они называются, некоммерческие организации, они занимаются такими же услугами. Если в будущем будет эта программа уже разработана, как вы говорите, будет существовать уставы, все как необходимо. И мы к этому сами привыкнем, что наступает какой-то период и так далее. Все равно же деньги откуда-то нужно брать. Будет ли налог на долголетие? Я думаю, вряд ли. Это невозможно. Почему? Ну, если я, например, буду платить в 30 лет, зная, что после 70 я пойду в бассейн. Программа разработана с целью бесплатного посещения. Но деньги-то откуда-то нужно брать? Бюджет Российской Федерации, бюджет в данном случае Московской области. Это все равно, что люди к нам приходят и получают гарантированные бесплатные услуги, не достигнув данного возраста. Другие услуги, да? Реабилитационные услуги, социальные услуги. Граждане на них имеют право. Но ведь они не платили никакой налог. Если это дети-инвалиды. Если это инвалиды старше 18 лет. А если это обычный пожилой человек, обычный с точки зрения, который в состоянии ходить и по состоянию здоровья, я имею в виду, заниматься и бассейном, и в хоре петь. Ну, есть же такие люди, которые живут активно, активное долголетие. Таких людей будет становиться все больше и больше, раз мы выяснили, что программа эта пользуется популярностью и будет пользоваться популярностью. Но деньги-то все равно откуда-то надо брать. Бюджет, он же не резиновый. Он не резиновый. Но количество этих людей на данный момент, оно уже посчитано. Сколько, в принципе, проживает сейчас людей, достигших данного возраста. И цель этой программы – это людей, которые сидят дома, вовлечь в эту программу. Вот это самая главная цель. А сколько сейчас людей участвует в нашем, в вашем, скажем так, муниципальном образовании? Вот смотрите, программа данная заработала с июля месяца. Вот задача по всей Московской области охватить 32 тысячи людей до конца года. А сейчас сколько? Моему учреждению из этих 32 тысяч нужно охватить 1400 людей до конца года. Вот на сегодняшний день мы охватили порядка 850 людей. Ну, вы уже идете почти с опережением графика. Да, потому что люди активно к нам приходят. Сарафанное радио так называемое. Один человек попробовал, рассказал другому. Телевидение. И телевидение. Вот если все это действительно заработает идеально, все будет прекрасно, и деньги найдутся, и люди будут, не платя эти деньги, наслаждаться самыми разными способами спортивными, творческими и так далее. Насколько это может продлить жизнь? Кто-нибудь проводит эти эксперименты помимо Министерства здравоохранения, которое нам предлагает 7 до 80 лет жить минимумом? В данном случае программа разработана с целью увеличить среднюю продолжительность жизни до 67 лет. Но, на мой взгляд, можно увеличить и до 90. Это не мало, а 67 средняя? 67, по моему мнению, мало. Но вы не забывайте, что учитывается и смертность. То есть здесь же идет подсчет не только людей, достигших этого возраста, но и молодых смертей, к сожалению. А вот скажите, вы же наверняка знаете, сколько на сегодняшний день у нас средняя продолжительность жизни у мужчин и средняя продолжительность жизни у женщин? Когда-то, я помню, было у мужчин 59, у женщин, по-моему, 62. На данный момент немного больше на пару лет. То есть мужчина, скажите, сколько? Ну, примерно 61 сейчас. Так, средняя продолжительность жизни. Да, да, да. И женщинам получается 63-64. Нам нужно хотя бы на 10 лет. До 67 пока. Пока будет 67. Будем надеяться, что так и произойдет. Заурбек Аланович Мамсуров, директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Люберецкий. Спасибо вам большое. Программе «Долголетие в Подмосковье» желаем долголетия, чтобы все состоялось. Ну, а вы внимательно следите за программой. Если вас что-либо заинтересовало, обращайтесь. Может быть, действительно, вы, по крайней мере, отвлечетесь от каких-то проблем, которые всегда будут рядом с нами. Но с помощью вот такой программы можно на некоторое время от них отвлечься и действительно увеличить продолжительность собственной жизни. С вами был Николай Пивненко и программа «Открытый диалог». Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...